Расскажи про объект. Мы сейчас приехали. Что это? Как это? Дом построен в современном стиле. Из кирпича. Кирпичный дом, да? А перекрытие монолит, да? Монолит, да. Который выходит на фасад, не утеплён. Вот и их утеплили, выровняли со стенами. Только приклеили. Я смотрю, тут термовкладыши есть. Есть, да, только в этом месте оставили. То есть нужно будет полностью их ещё все утеплять, да? Да, и потолок здесь нужно будет утеплять. И сверху экструдер. А это балкон будет, да? Здесь будет вент-фасад, возможно, а возможно не будет. И где красотные формы, наверное. Но ещё пока решается. Пока решается, да. Слушай, я тебе хотел спросить, собственно, вот про вот эти вот стучки. Можешь рассказать? Я смотрю, они же здесь торчат из фасада. Докладные, для светильников, для розеток и не только. Покажи, пожалуйста, что это такое. Такая штучка. Заробочки. Так, дай-ка я, чтоб не против солнца. Это что это такое, ну-ка? Хорошая штучка. Хорошая штучка. Мы периодически используем. Она вот такая крепится к стене заранее. Нужные места. У них свои анкера есть. Если не подходят, можно другие. Здесь подрезается по глубине. Она бывает и длиннее. Короче, лучше такие, братства. Стены бывают кривее. Где можно так подойти, а где-то больше. Понятно. Подрезается по фасаду, естественно. После крепится снаружи, проводы выводятся специально. И получается площадка. Площадка, где крепятся цветинки. Ну, проблема в том, что их очень долго ждать. Да. Понятно. Долго ждать, лучше заранее готовиться к этому. Но мы где-то их используем. В большинстве, конечно, приходится использовать вот эти вот колхозные всякие методы. Да, вынуждение их использовать. Лучше вот такие заранее покупать. Никаких проблем не будет. Хорошо. Возможно, даже можно в тепле здесь оставить внутрь. Но это в разных случаях. Чтобы промерзания не было. Промерзания не было. Массифолда не было. Ну что, хорошая штука. Ну давай продолжим. Расскажи. Серьте про фасад. Ну, фасад готовится под клинкер. То есть полностью весь, да? Весь, да. Весь под клинкер готовится. Двойная база. Панцерная сетка и фасадная сетка. Сетка и горизонтальная, и вертикальная. Вертикальная, я понимаю, просто из-за конфигурации пришлось здесь стапливать. В основном рулоны горизонтальные. Да, здесь связано было с этим. Здесь были петельные перемички. Здесь мелк фасад хотели. Потом так-то связать. Поскольку у нас тут было подрезано. Вместо сказанного тареса хотели как раз стыковать. Для того, чтобы не было встречи. Тут какая толщина у нас? 150, да? Да, 150. ППС-16Ф. Мост Троевский. Вон я смотрю, ребята. В процессе дюбелирования еще. Места нужно их добавить. Ну, понятно, понятно. Ясно. Вокруг окон будут декоративные элементы? Или пока еще не определить? Нет, ничего не будет. Будет 90 градусов. Просто выровненные и все. А на откусах что будет? Клинкер, штукатурка? Клинкер, угловые элементы. Клинкер, да? Ага, все, понял. Если ничего не будет. Прямые стены. Клинкер, и все. То есть полностью клинкерный фарсад. Но дом такой интересный. Там фальцевая кровля, да? Да. Сверху смотрю вкладыш из экструдера под кровлей, да? Да, там у нас же крыльяна. А, сейчас его как раз ножом горячим срезают. Видно, как летят кусочки. А здесь парень как раз делает базу. Панцирная сетка. Рекомендую покупать легкие клинкерные места, конечно, хорошо обработать. Издали дом интересно смотрится. Да, бля, красиво. Сумеет, но очень. Когда все зерно пишется. Да. Стиль такой интересный. Сзади веранда есть. Утопленная. Может, пройдем туда? Расскажешь еще. Это вот как раз перекрытие, которое утепляется сверху и снизу. Это внутрь. Здесь котельная. Хермановская, кстати, дверь. С решеткой. Котельная. С окном. Здесь сейчас ребята нюбеля колотят. Нюбеля через первую базу, через панцирную сетку. Потом будут делать вторую базу. О, витраж какой интересный. Мы такие места оставляем, когда дожди бывают. Чтобы не сидели, ждали. Понятно. Сложни от дождя, а работаем в такие места. Да, сейчас, кстати, подойду поближе. Покажу панцирную сетку. Вот она. Балтекс. 320 грамм. Закладные уже встают. Подшветильники. Да. Да, это хорошая тема. Эти закладные. Как раз. Чтобы потом можно вывести все провода. Да, витражик. Мощный такой. Да. Вот мы обошли вокруг дома. Здесь чуть-чуть водичка, смотрю, попала. Но это не проблема. Все это делается. Какие-то дюбеля еще выдергиваться будут. Но это сейчас перед второй базой. Ревизия. Дополнительные дюбеля. А то народ спрашивает, как дюбеля эти выглядят. Вот, собственно. Вот. Вот дюбель. Через первую базу. Это будет перебиваться. Не пошел. Попал, видимо, в растворный шов. Вот эти добить чуть-чуть нужно. Мануалитные стойки имеются в разных местах. Колонны. Но все равно чуть-чуть они как бы торчат. Потом второй базой все это дело убирается. Я специально под углом снимаю, чтобы люди видели. О, биски дюбель. Не только на фасадах служат. Но еще. Ладно, Ассев, спасибо. Пока, счастливо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно, не без этого. Субтитры сделал DimaTorzok